Человек, который прославил Самару, тогда еще Куйбышев, на всю страну, как шоколадную столицу. Взять высоту нелегко, еще труднее ее удержать. Елене Шпаковой это удалось. 22 года она успешно управляла шоколадной фабрикой, которая на хорошем счету и по сей день. Первый директор шоколадки отмечает 90-летний юбилей. Очень важно, что тот задел, который сделан был много десятилетий назад, он сегодня действительно служит нашей области. И на сегодняшний момент фабрика «Россия» остается конкурентоспособной и пополняет бюджет как областной, так и городской. А, наверное, все равно в корне этого лежат ваши трудные коллективы, которые мы воздавляем. Елена Васильевна рассказывает коллеге «Истинный патриот своего дела и любимой страны». Именно на таких людей нужно равняться. Елена Васильевна сейчас абсолютно незаменима для нас, потому что даже в преддверии юбилея она нашла возможность провести целый ряд встреч со школьниками, где представляла свою книгу «Россия. Моя любовь». В честь Елены Шпаковой впервые в этом году прошел конкурс молодых самарских кондитеров. Победители пришли поздравить юбиляра и препонесли на встрече свои сладкие работы. Елена Васильевна в долгу не осталась. Поделилась с подрастающим поколением шоколадье и кондитеров своим житейским опытом и профессиональными советами. Я благодарна ребятам, что они провели там конкурс такой. Спасибо вам. Спасибо вам, что вы будете давать самое вкусное, приятное для людей, для народа. Это здорово. Надо только потрудиться правильно, хорошо, и будет это замечательно. Ее труды переоценить невозможно. В 90-й день рождения Елена Шпакова получила сразу несколько новых почетных наград за трудовые свершения и преданную службу государству и закону. Народное же признание выражается не только в любви к фирменному шоколаду фабрики. Буквально перед Новым годом одна из самарских улиц стала носить имя Елены Шпаковой. Слава народу нашу слава! Боя, боже, счастья, счастья и любви, свободы, прежде всего. Анастасия Зуброва, Алексей Золотенков. События.